Политические процессы в Украине явление довольно непредсказуемое. Политологи с осторожностью делают прогнозы на 2016-е. Мы попробовали собрать несколько экспертных мнений, что же ждет Одесский регион в новом политическом году. На события как в Украине в целом, так и в Одесской области в частности влияет такое количество факторов, что сделать более-менее точный прогноз, по крайней мере в политической жизни, берутся немногие. Какие процессы будут происходить в Одесском регионе в 2016-м? По мнению политолога Ярослава Католика, год будет неоднозначным. В связи с децентрализацией будут сокращаться очень много объектов социальной, культурной, образовательной, медицинской сферы. Это будет вызывать вполне прогнозируемые протесты жителей, потому что каждому селе это должно быть. И сейчас села большие, особенно на юге области. И закрыть это будет не так-то просто. Мы будем иметь очень большие скандалы, но правительство все делает для того, чтобы скинуть эту ответственность на местные органы власти, а денег не дают. И они просто будут вынуждены делать, и на них будут сыпаться все, скажем так, огрехи. Во многом процессы на уровне Одессы и области будут зависеть от политических веяний в столице. И будут, если не полной проекцией, то в какой-то степени отображать общегосударственные политические тенденции. Если у нас все-таки на весну, а скорее на осень назначат досрочные выборы парламентские, то мы будем видеть очень сильное дробление в Киеве. И, соответственно, будет такое же начинаться дробление и поиски, скажем так, патронов со стороны депутата Одесского городского совета. И это будет вести к тому, что будет тоже очень много конфликтов наблюдаться. Но это приведет к тому, что работа станет более прозрачной и более подотчетной. То есть те многие кулуарные договоренности и скандальные темы, которые сейчас стараются как-то замолчать, это все будет всплывать наружу, потому что будут друг друга обвинять, будут показывать аргументы, доказывать факты. Один из главных вопросов конца 2015-го станет ли глава Одесской области Михаил Саакашвили премьер-министром Украины. Несмотря на то, что в медиа-среде этот вопрос очень живо обсуждают, многие эксперты считают этот вариант маловероятным. По крайней мере, в ближайшие несколько месяцев. Он не станет премьер-министром. Он будет в команде тех людей, которые будут проводить определенные изменения в политической структуре общества всей Украины. И его уход с Одессы вполне вероятен, но в то же время Одесса останется его базовым регионом. И, скорее всего, его команда будет продолжать работать в данном регионе. По мнению политологов, в любом случае 2016-й год обещает стать годом еще больших перемен. В том числе и в Одесской области. Именно на этот год обещают реализацию большинства обещанных реформ и проектов. От строительства нового терминала в аэропорту и изменений на таможне до более полной децентрализации власти. Александр Полуев, Алексей Сорокин, Андрей Кульба, 7 канал.